Друзья, привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы обсудим слух про Xbox One X и дальнейшую его судьбу. Также в этом ролике вы узнаете предварительную цену новых Xbox Series и рекомендую смотреть ролик от начала до конца и очень внимательно, ибо в названиях и вообще в рассуждениях можно будет запутаться и не понять что к чему. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поддержать канал путем лайка и написания под этим видео любого комментария, ведь как-то надо отгонять канал Apple Station. И общими усилиями мы это по-любому сделаем, поэтому не подведите и давайте этот ролик выведем в топ. Спасибо. На протяжении нескольких недель в сети стали чаще появляться слухи о новых консолях Xbox Series. По слухам, да и по догадкам многих, у нового Xbox будет сразу несколько версий. Чуть мощнее, которая серия X и скорее всего более слабая, с пометкой S. Это в принципе логично и предсказуемо, ведь само название серии загласит о том, что будет несколько консолей. И еще, что интересно, серия S по слухам будет не намного мощнее, чем Xbox One X или даже чуть слабже. И тогда возникает вопрос, а что же будет с Xbox One X? Данный вопрос волнует многих, ибо под закат поколения много кто приобрел эту консоль. И в данном случае я вижу два исхода. Либо One X умирает вместе с серией One, что в принципе логично, ибо это одно поколение. Либо же каким-то чудесным образом переходит в новое поколение, но об этом чуть позже. Совсем недавно появился слух о ценнике новых и старых консолей. Сразу говорю, особо не радуйтесь, ибо в рашке эти консоли будут стоить намного дороже. И если что, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ибо там вы найдете самые свежие новости. Ссылочка будет в описании. Итак, по слухам будет следующий ценник. Xbox One SL Digital Edition без дисковода будет стоить от 99 до 128 баксов. Xbox серия S на старте будет стоить 300 баксов, а Xbox серия X будет стоить 500 баксов. Переведя это все в рубли, в принципе, довольно классный ценник для новых консолей. Но опять же, не забывайте, что вы живете в России, и та же серия X вместо 30-ка, скорее всего, будет стоить 45 тысяч. А та же серия S будет стоить около 35 и 40 тысяч. Ибо сейчас официальный ценник на Xbox One X оценивается в 40 тысяч рублей. И консоль нового поколения явно не будет стоить меньше этой версии. Опять же, это слух, возможно, будет не так все сказочно. Но тут внимание хочется обратить не на ценник, а на то, что Xbox One X, возможно, исчезнет с продажи и его заменит Xbox серия S. Кстати, такой исход я вообще не рассматривал. В принципе, исход логичен, ибо смысл тогда в Xbox One X при новой консоли почти с такой же мощностью. Но самый главный вопрос в том, что же будет с обладателями этих консолей. На мой взгляд, скорее всего, One X все-таки умрет с серии консолей Xbox One и не прыгнет в новые поколения. Несмотря на свое мощное железо, One X это все-таки восьмое поколение консолей. И когда выходят и будут выходить игры, они будут делиться по поколениям. Это уже почти факт. Либо игра выходит на Xbox One, либо на Xbox серия, либо туда и туда. Это, в принципе, подтверждает тот самый кроссбай, что покупая игру для Xbox One, вы получаете версию для Xbox серии с бесплатно. И если версии игр будут все-таки разные, значит 99% Xbox One X останется в старом поколении. Итак, маленькое предупреждение. Следующее рассуждение слушайте крайне внимательно. Ну, чтобы не запутаться. Исходя из этого, можно сделать вывод, что майки вряд ли будут делать неразбериху. Просто вдумайтесь в эту путаницу при условии, что Xbox One X перекочует в новые поколения. К примеру, выпускается игра для Xbox серии S, а она будет включать поддержку и еще Xbox One X, и не будет поддержки для обычного Xbox One. И теперь просто представьте, каким образом майкам придется объяснять простым пользователям, куда игра пойдет, а куда не пойдет. Для многих это, может быть, понять будет легко, но вы не представляете, сколько людей до сих пор не могут понять, в чем отличие S от X-версии. И многие все еще думают, что One X это уже новое поколение. Просто если Xbox One X перекочует в новое поколение, то пойдет каша и люди просто не будут разбираться, где какое поколение. Мне кажется, что майки понимают весь накал страстей и понимают ситуацию всех тех, кто купил Xbox One X недавно. И именно поэтому они увеличили поддержку старых консолей путем выпуска экзов и на них. Просто если вдруг кто-то не знает, то на Xbox One экзы будут выходить еще около двух лет. И скорее всего это сделано для того, чтобы обладатели One X не закидали майков говном, ибо консоль все-таки мощная и весьма с весомым ценником. И если у нее срок жизни прекратится сразу с выходом нового поколения, то смысл ее было вообще покупать, особенно под закат. И мне кажется, чтобы таких вот рассуждений не было, они и продлили срок жизни актуальных консолей. В подтверждение моих слов, сюда я отнесу еще факт того, что при наличии на рынке Xbox One X более младшая версия, серия S, будет плохо продаваться, ибо может получиться так, что консоль будет слабее, чем Xbox One X, ну к примеру по тем же Терафлопсам. И многие люди будут из-за этого путаться и не покупать слабую версию нового поколения, ведь чаще всего люди покупают то, что мощнее не разбирается в самом продукте, об этом я кстати уже говорил в своем недавнем видео. Многие сейчас могут схватиться за голову, сказать, что майки так не поступят, но ребят, это бизнес и они просто зарабатывают деньги. И убирая Xbox One X с продажи, они просто поднимают продажи новых консолей и намекают о том, чтобы обладатели Xbox One X посмотрели на следующее поколение. Для тех, кто очень уверен, что майки так не поступят, то вспомните замечательные телефоны Lumia. Где они? Где обновление Windows 10 Mobile для всех телефонов? Где вообще Windows Phone? Их просто уже нет, и они прекратили поддержку всех этих телефонов, хотя обещали светлое будущее. Поэтому в принципе не удивляйтесь такому исходу в случае с Xbox, это бизнес и им в этом поколении нужно побеждать PlayStation. Кстати, такую стратегию, что касаемо прекращения продажи Xbox One X я видел у Xiaomi. Когда я выбирал телефон, мне очень понравился Mi 6, но на то время, когда я его покупал, их осталось не так много, хотя телефон в принципе вышел недавно. И все это было связано с выходом более новой модели, которая почти не отличалась технически от того же Mi 6. И видимо, чтобы удачно продать следующую модель, несмотря на актуальность нынешней и несмотря на ее технические характеристики, они просто прекратили ее производство и начали продавать новую модель. И кстати, вот эта вот новая модель, она была практически одинаковой. И здесь, мне кажется, намечается то же самое, но только с консолями Xbox. Да, второй исход с переходом Xbox One X в новое поколение тоже может быть. Но он, на мой взгляд, маловероятен, ибо портится сама концепция отделения консолей по поколениям. То есть да, если это случится, это будет благородно, но будет невероятная каша. Я в принципе уже объяснил из-за чего. Задаваясь вопросом, а стоит ли в данный момент покупать Xbox One X, я отвечу, что нет. В данный момент не стоит. И слухи в принципе это подтверждают. При таких исходах лучше все-таки дождаться нового поколения, или же купить самую дешевую версию Xbox One, если вам уже не терпится поиграть. Просто, на мой взгляд, купив Xbox One X сейчас, вы лишь увеличите свои затраты на ту самую мощь, которая с выходом новых консолей станет слабше. Лучше немножко подождать и купить себе уже консоль реально на несколько лет вперед, нежели покупать сейчас, грубо говоря, устаревший продукт. Опять же, это лишь мое видение, мои рассуждения, кто-то может с этим не согласиться, это вполне нормально, поэтому обязательно напишите свое мнение по этому поводу. Знаете, ситуация на самом деле очень интересная и в то же время очень запутанная. И я почему-то больше чем уверен, что большинство зрителей даже не поняли, что к чему. Помимо ситуации с Xbox One X, в данный момент интересно увидеть более слабую консоль нового поколения. Чем она будет хороша, какой будет дизайн и самое главное, какие технологии в ней будут поддерживаться. Просто если будет та же самая ситуация, как с Xbox One S и Xbox One X, при условии, если у PlayStation 5 будет всего лишь одна консоль, то Xbox Series может выйти вперед за счет своего ценника на выбор. И мне почему-то кажется, что многим игрокам хватит и слабой версии консоли. Так как многие просто не гонятся за тем, где больше пикселей, и им важны в большинстве случаев именно игры. И такой подход я считаю более правильным. Отвечая на вопрос, что выберу я, какую именно версию, я сказать пока не могу, ибо точной информации я пока не видел. И как только их покажут во всей красе, тогда я уже буду думать. Так как заведомо говорить, что для меня лучше, а что нет, при этом не видев самого продукта, как по мне нелогично. Ну а так, в самом благоприятном исходе, я хотел бы взять сразу все консоли, чтобы сделать на них обзор и рассказать вам, что к чему и чем они отличаются. Надеюсь, это будет осуществимо. На этом в принципе все. Если понравился видос, то с вас лайк, подписка на канал. Не забывайте писать свое мнение в комментариях по поводу этого. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Кстати, если что, у меня появился стрим-канал, стримлю по вечерам, в такие дни, как вторник, четверг, суббота. И для тех, кому это интересно, ссылочка будет в описании. И если что, если у нас во время стрима есть место, то вы без проблем сможете залететь к нам в лобби. Оно практически всегда открытое. Если вдруг кому-то ютуб не особо нравится, то стримы ретранслируются еще и на миксер, поэтому можете залететь еще и туда. Так, на сегодня точно все. Всем большое спасибо за просмотр и большое спасибо за вашу поддержку. Буду всех ждать на стриме. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok